сегодняшний массаж у нас посвящен такой проблеме как эндокринная холка или еще называют эндокринный горб но это слово такое некрасивое вот вы видите сейчас я ее пальпирую показываю вам руками она это разрастание жировой ткани в районе 7 шейного позвонка вот я показываю границы этой проблемы даже не как-то не поворачивается язык назвать это патологией потом поскольку она происходит на фоне ну одна как бы из гипотез она происходит на фоне эндокринных изменений когда падает уровень эстрогенов начинаете с поглаживания естественно пациент лежит на столе поглаживание делаете от волки легкие поглаживания к пакетам подмышечных лимфоузлов единственная здесь вам показываю примеры но сами эти прием можно делать дольше затем производите так называемое пересекание или пиление ребром ладони это более интенсивный прием но саму холку не задействуете обрабатываете только грудной отдел пространство до нее на ёпка не заходите есть несколько вариатор разновидности этого приема но суть вы я думаю что вы понимаете между между руками у вас должно быть примерно 7 8 сантиметров расстояние это интенсивный прием если вы делаете правильно то кожа быстро проявится гиперемией заканчиваете этот прием также самым поглаживанием к пакетам подмышечных лимфоузлов теперь приступайте к прием разминания опора на четыре больших пальца и большой палец кисти производит паравертебральное разминание то есть около позвоночная с обоих сторон потом переходите на какую-то одну сторону разминаете но ведь еще пока холку не трогаем и дальнейшем переходим на противоположную сторону находимся у изголовья пациента пациент лежит на столе кроме массажа безусловно здесь будет полезна также физкультура вот производим разминание гипотенером одной рукой придерживаем пациента чтоб у его тело не считалось сильно во второй рукой производим такие вот разминания со средней амплитудой далее значит хотелось бы еще посоветовать когда вы начали работать с этой проблемой то в рацион пациента включить чаи чаи с эстрогеноподобными веществами это может быть чай из липового цвета либо чай с добавками из сои потому что как я уже раньше говорил чаще всего эта проблема возникает на фоне изменения гормонального статуса а именно с уменьшением уровня женских половых гормонов эстрогенов убирать эту холочку конечно надо и почему потому что она постоянно пережимает сосуды люди чувствуют боль в руках терпкость в кистях у них болит голова но одним словом самые неприятные симптомы то же самое вы видите мы переложили им руки руки переложили к изголовью наверх и так же самое делаем поглаживание этот прием легкий как видите ткань практически не смещается рука легко скользит вы уже заходите на холочку и от нее движетесь к пакетам лимфатических узлов которые находятся под мышками следующий прием это пальцеобразная так называемое щипцеобразное размин на разминание мы уже мы начинаем с наружного края трапециевидной мышцы только пожалуйста осторожно там рядом крупные проходят артерии и уже переходим на саму холочку и еще хочу вас друзья попросить не старайтесь решить эту проблему за месяц за 2 эта проблема если вы будете делать примерно по два массажа в неделю когда по одному массажу в неделю то результат к какой-то небольшой результат будет виден примерно через месяц и 45 главное чтобы у вас была система чтобы не прекращали этим заниматься теперь уже видите мы гипотенером разминаем непосредственно саму холочку но то и опять таки подчеркиваю чтобы амплитуда была незначительная не старайтесь добиться очень быстрого результата пожалуйста это очень важно эта проблема не про не образуется за один два дня и так же самое нельзя заставить организм хоть как-то нормализовать жировой обмен тоже за месяц поэтому много чего надо менять вот этими массажами вы сможете помочь родственникам своим там супруге своей матери своей и таким вот образом вот это сейчас прием разминания уже непосредственно самой холочки механическое разминание большими пальцами не цепляйтесь в нее как коршун нет спокойненько движение должны быть даже пожалуй немножко меньше чем у меня пациент должен чувствовать комфорт ему должно быть хорошо он не должен бояться закрываться от этой ужасной боли не надо цепляться стараться вырвать эту холку ему нет тут все должно быть дозировано заканчиваете этот прием легкой такой вот вибрации делайте одной рукой и учитывайте что у многих женщин вот в этот период может кружиться голова поэтому вы спросите если они готовы если они не против чтобы такой прием применили то тогда его применяйте друзья я вам показала приблизительную продолжительность всех этих приемов для этого поэтому если у вас будут вопросы вы мне пожалуйста пишите я с удовольствием вам на них отвечу ну я смог сделать максимально что можно сделать в рамках данного видео смелее пишите в теме задавайте вопросы с удовольствием постараюсь быть вам полезен всего доброго да еще не помешают плавание и гимнастика всего доброго